Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работать в прямом эфире. Вчера СЕИМ, несмотря на каникулы, продолжил работу и принял национальный план развития на следующий период. И вот сегодня у нас в гостях, представитель комиссии СЕИМа по долгосрочному развитию, Вячеслав Домборский. Добрый день. Добрый день. Вот, может быть, такой вопрос задам. Насколько вообще было сейчас актуально принимать национальный план, учитывая, что все-таки большую часть или всю базу этого национального плана готовили еще до всяких пандемий. Никто и не подозревал, что случится COVID-19, и в связи с этим паралич мировой экономики. И вот как Вы это оцениваете, и нашло ли отражение в плане вот эти все последние события? Ну, актуально здесь особо ни при чем. Видите ли, здесь все дело в доступе к так называемым деньгам европейских фондов. Они распределяются семилетками, как в Советском Союзе была пятилетка, а в Европейском Союзе семилетка. И она идет только, что закончилась или заканчивается предыдущая семилетка, и сейчас скоро начинается семилетка 2021-2027 года. И для того, чтобы есть определенный, скажем так, ряд бумаг, галочек, которые необходимо поставить, бумаги, которые необходимо принять для того, чтобы начать получить доступ к этим деньгам. План национального развития – это один из таких документов, которые, если Сейм его не примет, то Европейская комиссия никуда близко подойти к этим деньгам еврофондов не даст. То есть, это не столько инициатива, условно говоря, наших чиновников, сколько действительно… Это объективная реальность. Если его в Сейме не принять, то тогда следующая семилетка освоения европейских денег начаться не сможет. То есть, уже и так, по идее, можно посмотреть на это так. Принятие плана национального развития происходит раз в семь лет, но последний план был принят восемь лет назад, на самом деле, да, то есть, еще в 2012 году. То есть, мы уже идем с определенным опозданием. Да. Вот все-таки, что главное в этом плане, потому что, ну, я все-таки предполагаю, что подавляющее большинство радиосуществ, но вряд ли углубятся в этот многостраничный документ. Все-таки есть какие-то принципы, которые можно было бы озвучить, и которые, на ваш взгляд, как и экономиста, вот они весьма важны, если их, конечно, реализовать. Очень простой и простой ответ. В нем нет ничего главного. Или, вы можете так сказать, в нем главное все, а если главное все, то значит, главное ничего. То есть, здесь этот план написан концептуально и таким образом, ну, где, в принципе, каждый может найти себя как приоритет или себе как какое-то место. Всем чертам по серегам. И это надо развивать. То есть, по сути, я бы его назвал, скажем, план, по сути, был создан чиновничеством, то есть чиновничьим аппаратом, и путем такого вот сбора идей, проектов, как потратить эти вот европейские деньги, где каждое министерство пишет какое-то свои, так сказать, сочинения по этому поводу. Потом все эти сочинения собираются вместе, и над этим сочинением, над этим вот, то есть, примерно, речь идет о нескольких сотнях сочинениях, над ними делать такая вот шапка, чтобы под нее, под этой шапкой каждое из этих сочинений можно было, в принципе, по крайней мере, в теории осуществить. Вот эта вот шапка, она и есть вот этот план национального развития. То есть, я думаю, что вы в нем вряд ли найдете какие-то несколько конкретных приоритетов, вы в нем не найдете, скажем, ответа на вопрос, скажем, мы создаем Латвию, например, там, страной в основном, осношен на транзит, на эксперт финансовых услуг, или на промышленность, или еще как-то никаких таких ответов вы в плане национального развития не найдете. То есть, это вот такая вот коллекция сочинений, которая отражает очень такую вот демократическую картину того, что происходит в головах латвийского общества, то есть, что оно считает необходимо делать для развития. И вы видите, что в этих головах происходит очень разное на самом деле, да, то есть, я вам дам парочку примеров положительные и не настолько положительные. То есть, положительные, например, я думаю, что очень хорошую работу в целом сделали Министерство образования, Министерство экономики, да, то есть, например, есть очень интересные многообещающие проекты, то, что называют дигитальные эксцеленции, там, Министерство образования наконец поняло, что вместо того, чтобы пытаться как-то финансировать все возможные науки здесь, надо финансировать тех ученых которые способны получить деньги из европейских специальных фондов для науки то есть потому что там в принципе логично давно нужно было понять но вот то есть очень очень правильные вещи есть вещи менее понятная вот сейчас например например среди всех вот целей плана национального развития вот например есть одна цель как достичь 2027 году 80 процентов от средней ввп внутреннего продукта на душу населения от среднем по европе да и фактически ну почти рядом с этим находятся такие цели как например увеличить доверие жителей сейму правительству и политическим партиям то есть то есть причем например цель в 2027 году увеличить доверие политическим правительству а до если не ошибаюсь примерно 30 процентов я сейчас скажу даже точно и посмотрим то есть правительству должны доверять к 2027 году 28 процентов жителей а политические партиям и 2027 году должны доверять 15 процентов жителей а если нет то есть подумайте что вообще значит да то есть правительство нужно доверять 27 процентов жителей а то есть значит правительство что планирует врать и кидать людей ну если доверие будет да то есть но что примерно две трети того что правительство будет обещать она выполнять не будет 2027 года ну так получается да по математической то есть получается получается так но если мы так ладно сейчас несколько может быть над этим так смеюсь да так получается что правительство планирует следующие семь лет две трети своих обещаний не выполнять но если так доверие будет 28 процентов так примерно получается а политические партии планируют врать еще больше конечно то есть если доверие только 15 процентов должно быть да и ну по этому добавить люди наверно слушают в машинах может быть лучше сбавить скорость или даже лучше остановиться дадим время если вы это сделали вот на это вот доверие увеличение правительства и сейма планируется потратить полтора миллиона евро это шутка из европейского социального фонда нет это не кажется абсолютно серьезно а это надо будет на эти деньги видимо пиашки будет рассказывать что в принципе правительство может доверять такой такой проект есть вот под этой цели есть проект конкретный проект под который выделено полтора миллиона евро чтобы повысить доверие до 20 чтобы повысить доверие до партия до 15 процентов правительства 28 процентов но это уже да пока он не настолько детально разработан проект чудеса так чтобы мы действительно не только говорили о ценном плане может в конце концов как мы знаем и предыдущий план то хорошо если исполнили если это вообще слово исполнили это место процентов на 30 но вот мы жили в такой чрезвычайной ситуации три месяца сейчас такой вот выход из этого я уже не знаю что это похмелье или как-то по-другому назвать но тем не менее вот на вас взгляд правительства и правящей коалиции какие-то выводы уроки извлекла я не говорю медицинские уроки я имею ввиду экономические потому что я помню что вы неоднократно еще в процессе этой пандемии говорили о том ну так сказать что это за пособие по простою там 4 евро людям сначала начали платить 18 потом выработаны были такие критерии чтобы вообще нельзя было квалифицироваться на эти пособия ну и так далее так далее какие-то выводы вообще сделаны что все это высчитывание средней заработной платы такой миф средней температуры по больнице и так далее так далее вы знаете я скажу я боюсь что нет из ну назовем это сказать кулуарных разговоров с представителями коалиции то есть вот об этом то есть наоборот то что я слышу это наоборот как правильно мы сделали что мы вот людям выплачивали только на основе того какие были их или их работодатели и официальные платежи по по так называемым налогом на рабочую силу вот теперь то они вот теперь то они наконец поймут каково это насколько это плохо не платить налоги но быть может они не ходят в местные латвийские рестораны и кафе да потому что я думаю что те кто почти каждый житель латвии наверно может увидеть что в большинстве кафе и ресторанов безналичный расчет не принимается то есть только наличными но думаю что мы также все живя в этой стране прекрасно понимаем что это обозначает то есть это та же вся отрасль всех общественного питания и так далее то есть видя то как правительство нашло эти вот сколько там почти 300 миллионов для эрболтика да но в течение всего этого времени не могло найти средств для помощи туристической отрасли отказалась принимать предложение нашей той же оппозиции по тому чтобы уменьшить пвн до пяти процентов ну похоже что они не сделали вывод что нужно платить налогов больше похоже что они сделали совершенно совершенно противоположный вывод что в этой стране каждый сам до себя вот и еще такой интересный вопрос но кстати общепитать не единственная сфера очень часто и на примеру там кто едет заезжает на мойку помыть машину и мы говорим не у нас сломался этот самый банком ну вот этот прием карточек да только наличными и когда отремонтируем не знаю ну никогда короче говоря то есть это говорит о том что на самом деле оборот вот этих средств наличных теневой экономики очень большой ну из того что мы видим как правительство относится также к зарплатам докторов как она планирует финансировать да то есть подниманием налогов но мы понимаем что ну никакие выводы не сделаны да то есть совсем недавно я помню было это очередное и же очередная ежегодная презентация индекса по теневой экономике в этой стыгунской школе экономики где исследователи в очередной раз сказали что удельный вес теневой экономики он возрастает и было большинство политиков правящей коалиции сказали да да мы будем рассказать делать выводы надо с этим что-то делать но один из факторов теневой экономики это налоговое бремя которая кстати говоря возвращаясь к тому же плана национального развития в плане национального развития есть одна из целей где министерство финансов обязуется в течение семи лет уменьшить нагрузку налоговую нагрузку на рабочую силу на 5 процентов пунктов ну вроде бы уже неплохо да что то это с одной стороны то что записано в плане национального развития который вчера почти единогласно принес эйм но мы видим что не успев то сказать отойти от кузницы да министр финансов уже говорит о новом налоге краски на рабочую силу на 5 процентов на здоровье и при этом утверждают что нет это не налог то есть но я не знаю как он за идиотов наверно всех абсолютно держит ну начиная вы знаете мы там налог на 5 процентов но то не налог ну мы там перераспределим там один процент социального я так понимаю что хотят решить проблему зарплат медиков за счет самоуправлений которые кстати жителям тоже должны помогать то есть фактически у них уменьшит вот этот вот процент подоходного налога которого самоуправление получают ну и здесь математика на самом деле она не сложная то есть по идее пятого класса должно быть достаточно чтобы понимать следующие вещи то есть есть бюджет бюджете есть из налогов поступления есть расходы вы хотите увеличить расходы то это можно сделать путем нового налога это налог это повышение налога на 5 процентов он может быть или пять процентов плюс к подоходному или 5 процентов плюс социальным на самом деле все равно потому что и социальный налог и подоходный налог он на доходы тех людей кто работает конечно то есть он увеличивает издержки на рабочую силу или он уменьшает то что мы получаем сколько денег после уплаты всех налогов поэтому все равно социальный налог подоходный нет никакой по сути то есть одно тогда это налог или если министр говорит что пять процентов от какого-то налога пусть будет социального или доходного да но тогда это перераспределим это значит что кто-то получит меньше если он собирается перераспределить социального налога он будет пенсию меньше что ли то есть уменьшить пенсии уменьшить или уменьшить пособие безработицы или уменьшить пособие матерям да то есть все то что финансируется из социального бюджета то есть ну тогда что вы рассказываете действительно если это за счет подоходного налога значит и самоуправление с управления тоже их ведь не в трехлитровую банку складывают свои доходы они финансируют детские сады там у воспитательных садов там ремонт и школы так далее то есть в этом случае ну а самоуправление у кого-то заберут у населения дети бесплатные обеды для детей что ли так да ну то есть ну происходит но мне на самом деле очень даже сложно мне сложно выбрать слова потому что ну 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 настолько очевидного какого-то там ну как назвать или настолько очевидно пытаться обвести людей вокруг пальца но мне кажется недостойно но не только министра особенно министра вообще политика то есть но на действительно людей воспринимать как что они действительно какие-то дураки что они таких простых вещей не понимают вот у меня вообще такое создалось ощущение что правительству понравилось работать вот в условиях чрезвычайной ситуации особенно ни с кем не нужно советоваться дискутировать вот та же история это из другой оперы но все равно это же из кармана налогоплательщиков концертный зал вот это быстренько решили раз 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 уже есть решение кабинета министров вот это мы сносим вот это мы строим ни бюджета ни сколько денег из кармана налогоплательщиков будет изъято нам нужен концертный зал и вот мы решили мы что мы будем его там строить ну концертный зал конечно тоже абсолютно феноменальная история то есть я я считаю я ставлю под сомнение большое сомнение большой знак вопроса вообще насколько этот концертный зал как таковой нужен то есть ну я понимаю мы были бы страна как швеция дания да то есть скажем так состоявшиеся экономическая в том числе страна то есть у которой деньги да но не совсем некуда люди да то есть сильная экономика люди страны не уезжают да то есть но проблемы конечно же есть но они все решаемы да ну тогда ясно надо можно тратить на улучшение так сказать культура там и т.д. и т.п. но в латвии простите люди уезжают остаются старики то есть в экономике пропадают зарубаются целые сектора да то есть мы мы теперь уже не только от эстонии отстаем мы и от литвы и уже отстаем весьма серьезно да и при всем этом это что значит этот концертный зал этому всему решение то есть но это в первую очередь очень странное решение да у нас стране вообще по данным скажем удельный вес как и процентуально от ввп расходов на культуру у нас самый высокий если не самые тонны на 2 да то есть но точно один из самых высоких вообще во всей европе это близко к 3 процентов от внутренне голового продукта то что мы тратим на культуру то есть там оборона вообще отдыхает со своими двумя процентами то есть плюс к этому мы собираемся значит построить еще этот зал ну ладно то есть даже если собирается построить этот акустический концертный зал у нас страна по территории две бельгии две бельгии хотя в бельгии население если не ошибаюсь около 10 миллионов у нас 2 миллиона да ну как бы место есть я хочу сказать да для строительства концерт да место есть где его построить обязательно или забрать этого нужно снести здание которое ну вот экономические здания но в нем работают оно приносит экономическую пользу надо его снести но то есть ну опять же я мне мне последнее время все больше и больше но трудно найти слова потому что мы не начну же я скажем здесь неприлично говорить иногда очень хочется слова найти сложно то есть такое действительно ощущение что ну люди вот здесь которые принимают правительство решения они как-то ну как-то тестирует основа на терпение да и на то как какие слова подобраться к тому какие решения и как они и как они принимаются то есть действительно такое ощущение что происходит какая-то пирушка перед как будто завтра все конец света завтрашний день не настанет да надеемся что настанет настанет и вторая часть нашей передачи Вячеслав Домбовский у нас в студии депутат сейма от фракции согласия буквально пару минут на перерыв не переключайтесь микс ньюс продолжаем работать прямом эфире Вячеслав Домбовский у нас в студии мы действительно анализируем ну мягко говоря какие-то странные решения правительства вы уже упомянули в первой части по поводу зарплат медиков я так понимаю что вот этот кидок будет продолжаться ну по крайней мере министр здоровья здесь сидя вот на вашем месте в студии недавно подтвердила что да 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 вот сейчас чрезвычайная ситуация закончилась и вот эти вот надбавки медикам тоже закончились а как мы знаем региональные больницы они еще не получили за три месяца ни цента и я так понимаю что ни в июле ни факт что с января вот этот обещанная и записанная в законе прибавка будет получена медиками ну я думаю что здесь судя по риторике потому что мы слышим да из того о чем говорят партии коалиции о чем они дискутируют здесь совершенно точно что кто-то будет кинут быть может медики если ничего не произойдет то есть эти обычные 30 процентов так не произойдут или если вот произойдет это вот какая-то абракадабра с этим вот 5 процентным налогом который вроде не налог а вроде с кого-то еще да то есть если эти деньги будут забраны если эти от пенсионеров или от самоуправления то значит выполнение обещаний медикам будет произведено за счет китка или пенсионеров или безработных или молодых родителей или тех кто получает средства скажем кто это будет детские сады школы учителя учителя 10 садов то есть финансирует самоуправление но судя опять же притолики то есть кто-то будет кинут несомненно да вот еще может быть такой вопрос возвращаясь к этой истории с пандемией мы слышали и из брюсселя и из уст и премьера и министра финансов о том что ну кроме еврофондов сейчас будут задействованы разные механизмы помощи там я так понимаю печатный станок в франкфурте чуть ли не миллиарды печатает чтобы помочь пострадавшим странам ну и латвия тоже что-то получит вообще что-то вообще известно на сей счет какие мы деньги получим как они будут распределяться ну печатный станок это не так я сейчас могу сказать насчет того какова была изначально заявленная идея то есть пока не совсем ясно какое было продолжение всему этому потому что это была идея заявлена президентом европейской комиссии я извиняюсь мне все еще трудно выговорить ее фамилию до президента европейской комиссии и мысль заключалась в том чтобы найти если не ошибаюсь общее количество денег 700 миллиардов был план их занять то есть но если они занимаются то есть это не печатный станок но если они и перераспределить в виде грантов то есть безвозьми безвозмездная помощь и странам членов европейского союза но пройти безвозмездного полностью ничего никогда не бывает если европейская сайт европейский союз как скажем то юридическое формирование лицо берет занимается 700 миллиардов евро и отдает деньги в подарок странам членами евросоюза то самому евросоюзу их все равно нужно вернуть то есть так как свой бюджет евросоюза только тот бюджет из которого например мы получаем те же еврофонды то совершенно ясно что вернуть придется именно за счет этого бюджета то есть другими словами это значит что тоже латвия которая является одной из основных стран получателей денег из европейских фондов в будущем просто получит меньше потому что большая часть ну что часть значительных фондов будет использована для того чтобы выплатить этот кредит то есть эти вот 2 миллиарда которые будут возможно возможно будут получены через какое-то время это будет просто на 2 миллиарда плюс проценты меньше в будущем вот и все да вот еще такой вопрос наверняка в этом национальном плане национальном плане развития тут может даже те кто не читал наверняка догадается что там есть такая фраза как инвестиционный климат вот возникает вопрос ну или другими словами но общая тенденция а каком инвестиционном климате можно говорить когда вот но мы знаем что многие латвийские предприниматели счет наверно идет на десятки если не на сотни элементарно не могут открыть счет в латвийском банке будучи латвийскими резидентами где выгодополучатели тоже важно подчеркнуть жители латвии или им закрывая счета без объяснения причин и ничего с этим сделать я так понимаю нельзя факт это к тоже разводит руками ссылается на то что вот ну там коммуникация должна быть лучше еще что-то да но это может быть наивный вопрос но как это вообще таким вот образом возможно привлечь инвесторов я думаю привлечь инвесторов будет сложно не только из-за этого не только из-за этого подумаем а что вообще инвесторам может быть почему латвия может быть инвестором вообще интересно то есть здесь происходят какие-то очень интересные там научные исследования или еще что-то нет у нас какой-то очень привлекательный налоговый режим ну вот здесь ответ тоже будет нет основная причина может быть из-за относительной дешевизны рабочей силы и тогда какое-то ее наличие но здесь у нас население сокращается то есть по прогнозам европейской комиссии у нас в течение следующих 20 лет население то есть работе но в возрасте так сказать работоспособном возрасте будет сокращаться на один кома шесть процентов каждый год то есть но здесь представьте деревня которая живет скажем сто человек да вот какие инвестиции 1 1 год минус 1 кома 6 почти два человека второй год еще минус там фактически два человека то есть но какой интерес может быть от инвестора который приходит предположим за рабочей силы но в страну в которой известно что для рабочей силы с каждым годом будет становиться мин на 1 кома 6 процентов меньше 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 внутренний рынок но какой внутренний рынок если население постоянно сокращается знаю что и внутренний рынок постоянно сужается то есть по сути то по каким причинам каким-то инвесторам прийти в латвию это на самом деле очень очень хороший вопрос даже без ситуации с банк то есть но с банками это все сами на себя навлекли потому что финансовая отрасль она не самая простая в мире да то есть с ней нужно им уметь управляться и последнее что нужно сделать вас финансовую отраслью это самих себя заявить что у нас здесь какой-то международный центр отмывания денег потому что ясно что если латвийские власти как они это сделали и делают в течение уже нескольких лет во всеуслушание всему миру заявляют начинает осыпать голову пеплом бить себя там грудь биться головой там об стену выступление кричали том что у нас здесь международный центр отмывания денег но а что вы ожидаете прости что случится следующий то есть я за что в отношении всех тех банков иностранных которые здесь работают скажем тоже свой банк и сэп что прикажете делать шведскому регулятора до которого в отношении того же светбанка и сэпа который работает долгое время в стране власти которая начинает кричать что у нас тут международный центр отмывания денег но надо проверять так и причем проверять так если весь проверить и не найти это странно значит плохо проверяли значит может быть тоже заодно с ними естественно проверяют находят транзакции которые классифицируют как я вот подчеркну потенциально подозрительные то есть ничего не доказано то есть никакого что потенциально подозрительно То есть, на столько-то миллиардов потенциально подозрительного. То есть, ну, ясно, что если речь идет о каком-то бизнесе, то есть, с бизнесом с Востока, то есть, ну, там, скажем, с открытостью и транспортерностью совершенно по-другому, чем в Европе. То есть, ясно, как давно сказали, умом Россию не понять. То есть, ясно, что с точки зрения регулятора, который привык иметь дело со шведским бизнесом, то есть, то, что происходит в каком-то российском бизнесе, это будет, ну, наверное, подозрительно, я думаю, хорошее слово. Непонятно. Подозрительно. На всякий случай, да. Если подозрительно, на всякий случай. То есть, что им делают и Светбанку, и СЭБУ, влепляет огромный штраф. Причем огромные, большие, если не ошибаюсь, Светбанку было на 4 миллиарда шведских крон, и СЭБУ было на 1 миллиард шведских крон. То есть, большие, но не смертельные. Причем такие, что даже они вздыхают с облегчением. То есть, акции СЭБУ после заявления о штрафе, вот в 1 миллиард шведских крон, они даже увеличились на бирже, на 4% увеличились в цене. То есть, все, вздохнули, то есть, все, прошло. И они работают дальше. Но вот подумаем, что эти банки будут делать по отношению, тот же СЭБ и Свет, по отношению к клиентам в стране, из-за которой у них произошли такие проблемы. То есть, из-за которых им пришлось заплатить сотни миллионов евро в штрафах. Ну, ребята, значит, у вас будут максимально закрученные гайки. То есть, это значит, что мы должны быть какие-то ближайшие годы, ближайшее будущее абсолютно вне подозрений. И вот мы слышим все эти странные истории о том, что кто-то там отправил 20 евро, перечислил и в пояснении написал там Куба, если правильно помнишь, такое было, да? Да. Все, банк требует, скандинавский банк требует письменных объяснений. Что, почему это, да? Или мы слышим истории о том, как какие-то предприниматели, продав дом, снимают наличные, и еще один скандинавский банк требует, опять же, письменных разъяснений, на что вы эти наличные вообще потратили. То есть, ну, мы сами, само правительство, это все на себя навлекло. Да, вот вы упомянули правительство, мы знаем, что это такая сложная правящая коалиция, из пяти партий состоит. Все-таки, вот на ваш взгляд, как оппозиционного депутата, имеющая возможность со стороны тоже посмотреть на действия там правящей коалиции, это вот правящая коалиция, она за пять, ну, за три месяца, вот этой чрезвычайной ситуации, она как-то сплотилась или, наоборот, чуть-чуть противоречия отложили, и сейчас пойдет по новой вот все эти противоречия, вся эта борьба между КПБ, ЛВ и новой консервативной партией и так далее. Ну, в целом, мне нравится говорить так о других партиях, да, то есть, как... Да. Ну, раз вы спрашиваете, я бы, наверное, описал эти... Дело даже не в партиях, а вообще о взаимоотношениях внутри коалиции. Я бы, наверное, со стороны это описал примерно так. Если два года назад это было вот новые, так сказать, нововыбранные силы, так сказать, на коне, так сказать, можно сказать, въехали в Сейм, да, эти вот там ЕКП, КПВ и так далее, что вот сейчас мы вам старым всем покажем, то уже эти два года произошло их роли, кардинально поменялись местами. Мы видим, что популярность старых, она возросла, и популярность новых, она сильно уменьшилась, да. То есть, старые партии, новых поставили очень сильно, так сказать, на место. Это раз. Два, я вижу, что такая партия, как КПВ, существовать, по сути, перестала. Ее, я думаю, что вопрос времени, когда отдельные их политики будут или там перекуплены в какие-то другие партии, а может, просто пообещают место в других партиях, а потом ближе к выборам кинут, да. То есть, ну, такое тоже происходит. И осталась, по сути, одна только, наверное, новая консервативная партия, которая понимает, что с ее рейтингами, сколько там, по-моему, 4% и так далее. Ригу не взять? Что, да, что они уже видят, да, что и все. И на Ригу они уже кинули малоизвестного политика, а не Юриса Юроша, да. И они находятся, видят себя, что находятся в такой вот осаде, да. Что КПВ им больше, что КПВ уже больше фактически интегрировалось к старым партиям власти, да, то есть к единству, да. И вот ЕКП пытается как-то всячески как-то еще привлечь к себе чем-то вниманием, да. Я почему спрашиваю о коалиции, не для того, чтобы там конкурентов как-то характеризовали, а вот мы наблюдали во время этой чрезвычайной ситуации такую, ну, удивительную картину, может быть, ее не назовешь, но мы наблюдали, что правительство быстренько втихаря что-то принимает. Ну, Каренщ выходит к народу, что-то там объясняет, что там виртуально правительство принимало. Потом этот пакет законопроектов направляется в виртуальный парламент, он тоже в электронном виде. И фактически оппозиция пытается что-то там показать, доказать, даже логическими там примерами жизни и так далее. Но все это 99,9 отклоняется, и инициатива от парламента нет вообще в парламентской республике. То есть, я извиняюсь, это парламент, это правительство спускает законопроекты всем, а не наоборот законодатель дает какие-то инициативы правительству. То есть, мне кажется, тот механизм парламентской республики полностью не работает, полностью. Может быть, я не прав. Ну, вы правы, конечно. Я бы это назвал так, что партии и коалиции, они просто поступают глупо. Вот и я. Если бы я был на месте партии власти, то есть, скажем, когда я там находился сколько там лет назад в одной из партий власти, я на самом деле всячески старался способствовать тому, чтобы предложения оппозиции автоматически не отклонялись. То есть, для остальных это было как-то само собой разумеющество. То есть, я выступал за то, что бы нет, мы должны их принимать, рассматривать и так далее. Но в любом случае. То есть, они делают глупо, потому что то, что я бы сделал, то, что я бы сделал, если бы я был на их месте, на месте партии власти. Если получается так, что или я, или мои министры и так далее, депутаты и так далее что-то проглядели в решении какой-то проблемы, оппозиция это заметила и подала предложение, которое, скажем, заполняет то, что этот вакуум, который мы проглядели, то есть, я бы проглотил свою гордость и коллегам бы сказал, что лучше гордо свою проглотить, предложение оппозиции принять и это сделать. Потому что альтернатива, она хуже. Потому что альтернатива, это значит, люди-то, скажем, не дураки. Они видят, что вы отклонили, что мы отклонили предложение, которое является, по сути, своем нормальным, правильным предложением. То есть, альтернатива это в том, что мы долгосрочно за это заплатим на следующих выборах. То есть, все, чего таким образом добивается партии власти, это вот это вот сколько лет продолжающейся нестабильности в стране, где на каждые следующие выборы их опять большую часть как будто сметает. Что народ, скажем, да, ему, естественно, не нравится оппозиция, которая такая вот немощная. Но у него также отвращение появляется и к партиям власти как таковой. И поэтому народ на каждые выборы ищет нового и нового мессию, так сказать. И это все производит просто многие годы вот этой вот нестабильности, где как сама по себе такая сильная, мудрая, дальновидная, справедливая власть сформироваться не может. Да, может быть, такой вопрос. У нас время эфира быстро подходит к концу. Но, тем не менее, вот продолжение того, что вы сказали. Ну, мы знаем, что некоторые инструменты, их не так много, но некоторые инструменты у оппозиции есть. Ну, там все известные – Парламентская следственная комиссия, Конституционный суд, 34 подписи, чтобы затормозить вступление в силу закона. Но один из инструментов – это обращение к президенту с просьбой не провозглашать закон. Тот или иной, который, по мнению оппозиции, ну, вообще противоречит Конституции, интересам государства и так далее. Я почему об этом говорю, ну, как раз сегодня исполнился год работы президента. Вот вы, как депутат Сейма, как представитель оппозиции, вообще какое-то взаимодействие, участие президента вообще почувствовали? Знаете, я считаю, что президентская институция в нынешнем исполнении, она зашла в тупик. Президент, видите, президент был фигурой политически нейтральной тогда, когда было закрыто голосование за президента. И те президенты, которые выбирали, их выбирались на самом деле голосами, которые могли быть, ну, очень разным раскладом, в том числе оппозиционными партиями. То есть, я думаю, что не секретно для кого, что эти вот изменения в порядке выбора президентов были сделаны именно для того, чтобы, не дай бог, какой-то президент был бы избран голосами согласия, и чтобы пристыдить от страны, чтобы они вместе с этим согласием не голосовали. Поэтому на данный момент у нас больше нет президента, который является политически нейтральной фигурой. Его просто нет. У нас президент Левиц – это первый президент, который является президентом именно коалиции. Он избран коалиции, он политически лоялен коалиции. Он и хотел этого, он сказал, пока коалиции даже на всем не определяют. Он политически лоялен партиям коалиции, поэтому с точки зрения оппозиции я не вижу никакого смысла в том, чтобы апеллировать к президенту как к политически нейтральной фигуре в стране. Он положил коалиции. Потому что он такой не является. Президент Левиц – это президент коалиции и все. Я думаю, что на этом мы с президентской институцией зашли в такой тупик с этой ситуацией в стране. Я считаю, что единственный выход из этого тупика – это всенародный избираемый президент. Только так. То есть фактически можно дальше и не характеризовать его работу за этот год. Лучше все-таки президент первое лицо в нашей стране, поэтому или хорошо, или ничего. Да, может быть, последний вопрос, поскольку осень уже не за горами, хоть сейчас лето, не хочется осени, но тем не менее. Это значит, что пора принятия бюджета на следующий год. Как вообще… Вот я не очень представляю, как можно будет свести концы с концами, с учетом того, что вот эти доходы в госказну, ну, уже тут гадалки не ходи, будут снижаться и снижаться. Никаких таких механизмов. Ну, мы видим, какая ситуация транзития в порту. Ну, долго можно перечислять. Что вообще будет, как вот, опять-таки, если вдруг вам надо было бы составлять бюджет, вообще с чего начать? Я понимаю, что это не короткий ответ, может быть, но если так, лаконично. Если бы я ставлю бюджет? Да. Ну, я думаю, что здесь единственный способ – это все-таки идти, как сказал классик, государство должно начать с самого себя. Единственный способ, как это начать – это идти путем все-таки серьезных сокращений именно в госсекторе. Я думаю, только так. Административных расходов. То есть, только путем государства, действительно, демонстрации того самого себя, государство может получить право что-то еще требовать от налогоплательщиков. Потому что иначе, ну, мы это видим с нынешним правительством, ну, иначе, как отчаяние, я это назвать не могу. То есть, если министр финансов говорит уже который день об этом 5-процентном налоге, который не налог, ну, что это за… еще раз, ладно. Ну, это действительно, это отчаяние. Это уже отчаяние. Вячеслав Домбовский у нас был в студии, и большое спасибо.